Жалкий вой разносился по лесу. Бессильный щенок скулил и звал на помощь. Бывший хозяин, не желающий заниматься вопросом поиска нового дома, для своего нежданного пополнения, нашел самый простой и легкий способ избавиться от него, выбросил животное подальше и забыл о нем навсегда, как страшный сон, и тем самым обрекая животное на долгую и невыносимую смерть от голода или стать легкой добычей для какого-нибудь зверя. Маленький щенок еще не понимал этого. В голове этого существа не укладывалось, как хозяин мог просто взять и выкинуть его, как старый шкаф. Не понимая всей опасности, нависший над ним, щенок жалобно и пронзительно скулил, иногда срываясь на вой. Где-то там, далеко в деревне, сейчас на привязи плачет его печальная мать, обнаружив пропажу своего ребенка. Но, что человеку до этих страданий и мук? Ведь животные, для большинства из нас, это беспечные существа, которые не способны не чувствовать. Волчица намотала уже не один километр в поисках еды, для себя и своих подрастающих волчат. Пищи в лесу много, но, чтобы ее добыть, нужно хорошо потрудиться. Волки с самого детства привычны к далеким переходам. Возможно, именно это и закаляет их характер, делая привычными к любым трудностям. Хищница подняла морду, втягивая запахи и отыскивая среди них те, что могут быть ей полезны. Вдруг до чуткого слуха зверя донеся тоненький плач, похожий на тот, что иногда издают ее собственные дети. Но все-таки это точно был не волчонок. Материнское сердце не дозволило волчице пройти мимо. И она, оставив поиски добычи, отправилась на этот жалобный писк. Совсем скоро она почувствовала и запах того, кто так отчаянно кричал о своем несчастье. Это была собака. Да, пускай еще и совсем крохотная, но собака. А волки считают собак своими врагами и иногда даже используют их в качестве пищи. Но ребенок твоего врага все равно остается ребенком. Волчица буквально в считанные минуты смогла отыскать брошенного щенка в густых кустах. Тот, увидев приближающегося зверя, обрадовался, радостно завиляв хвостом и стараясь неуклюже подпрыгивать на месте. Он даже не понимал, что найди его какой-нибудь другой волк, жизнь его, скорее всего, тут бы и остановилась. Волчица обнюхала уткнувшегося в нее щенка, словно продумывая план, что с ним делать. Она абсолютно не разделяла той радости, которую сейчас демонстрировал собачий ребенок. Что же ей с ним делать? Как правильно поступить? Кажется, эти вопросы сейчас читались в глазах волчицы. Одно мощное движение челюстями могло бы сразу и навсегда решить эту проблему. Однако перед глазами матери стояли ее собственные волчата, которые точно так же радовались ее возвращению. Но стая никогда не примет чужака, и это тоже было для нее предельно ясно. И тогда волчица приняла единственное и верное решение. За окном только начало вставать солнце, когда старый егерь Федор Игнатьевич открыл глаза. Хорошо-то как в тайге, только здесь можно побыть наедине с собой, вспомнить прошлое и подумать о будущем. Гоняя эти тяжелые мысли, егерь вдруг услышал, как под дверью кто-то топчется. Может быть, зверь пришел, подумал он, тихо поднимаясь со своей кровати и натягивая старые сапоги. В дверь кто-то настойчиво начал скрести. Это кто там? А ну-ка, не шути, специально громко сказал егерь, в надежде отпугнуть незваного гостя. А сам тем временем взял ружье в руки. Но после непродолжительной паузы, кто-то снова начал толкать входную дверь. Взяв ружье в боевое положение, егерь передернул затвор и медленно толкнул дверь. Та со скрипом отворилась, и Федор Игнатьевич увидел на пороге сторожки крохотного щенка. Эх, а как ты тут? Невольно вырвалось удивление. Старик опустил ружье и, выйдя на крыльцо, огляделся. Не мог же этот малыш, сам тут неизвестно откуда взяться. И действительно, совсем скоро Федор Игнатьевич встретился взглядом со взрослой, матерой волчицей. Она смотрела на него с другого конца опушки, словно стараясь понять, примет ли человек ее дар. Егерь заулыбался. Не забыла милая, помнит значит. Перед глазами тут же всплыла картина, как когда-то, будучи на несколько лет моложе, наткнулся в тайге на беспомощного волчонка. Горько и надрывно он плакал тогда, оглушая тайгу своими страданиями. Как маленький волчонок остался один в тайге, и куда подевалась его мать, навсегда останется тайной для старика. Но не смог он тогда пройти мимо чужого несчастья и кинуть брошенного волчонка без помощи. Именно в этой сторожке и прошли его первые дни жизни. Федор Игнатьевич тихонько рассмеялся, вспоминая, как крохотная волчица старалась напугать его, показывая свои зубы и делая страшные глаза. Долго лесной житель привыкал к человеку, но привыкнув не забыл. Егерь взглянул на щенка, сидящего на пороге его жилища. Ну что, приятель, привыкай, теперь это будет твоим новым домом. Щенок же, в отличие от хищницы, сразу принял человека, весело завиляв хвостом и стараясь лизнуть ему руку. Старик рассмеялся, глядя на повадки своего нового друга. Вот уже и осень к закату клонится. Сеет искрами листопад. Друг за дружкою ветры гонятся, над землею они летят. Федор Игнатьевич, сидя на крыльце своей избушки, наблюдал, как шалит его заметно выросший приятель. Теперь это был уже не слабый и маленький щенок, которого он нашел на своем крыльце почти три месяца назад, а сильный подросток, начавший слушать и понимать своего хозяина. Без собаки в тайге трудно. Это Федор Игнатьевич прекрасно знал из своего жизненного опыта. Совсем недавно пропал его старый пес по кличке Ветер. Всю свою жизнь провел он рядом с человеком, но собачий век недолог. И после непродолжительной болезни в один из дней егерь нашел своего верного друга мертвым. Сильно тогда переживал Федор Игнатьевич, лишившись своего верного друга, но жизнь уже научила его справляться с тяжелыми потерями. И вот теперь на смену ветру пришел новый друг и помощник. Что получится из этого щенка с умным взгляда, старик еще не знал. Но то, что добро и сострадание есть и в мире животных, Федор Игнатьевич уж это знал точно. Он вспоминал и благодарил свою серую волчицу, забережно принесенный и подброшенный ею этот живой подарок, который сейчас согревает ему душу. Вот такая удивительная и добрая история. А вам дорогие зрители спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего хорошего.